И всем привет, ребят, с вами Сорвайка, и сейчас я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик второй уже посвящен нашим анонсам, которые появились у нас в плане новых устройств. И сегодня мы обсудим все это дело, обсудим также то, что у нас сказали по этому поводу в видеоблоге. Ну и рассмотрим все эти устройства, предположим, какие из этих устройств будут нагибать больше всего, какие являются супер имбалансными, какие будут менее жесткими. Ну и выскажу свою точку зрения по поводу нового устройства на Страйкер, которое называется, даже если честно забыл, как оно называется, быстро отскроем список обновлений, которое называется вакуумные боеголовки, то есть это дистанционный подрыв ракет с вакуумными снарядами. Ну а если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в его розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике установите ему личный тактемп, а дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполните форму, которая есть в описании. Ну и также в этом видеоблоге у нас появилась возможность заработать себе еще один халявный ультраконтейнер, который вы можете вот так вот скопировать из дискорда, ссылочку на дискорд я оставляю в описании. Оттуда с комнаты с оповещалочки я оставил вот этот вот замечательный ультраконтейнер, если вы не знаете откуда его достать, то как раз таки по ссылке в описании перешли и из дискорда себе промокодик на аккаунтик ввели. Что же касаемо списка обновлений, то в принципе здесь нету такого большого количества информации, здесь есть инфа только лишь по устройствам и потому, что у нас в игру добавлены ключи и во что они переросли. Все присутствующие контейнеры завтра будут автоматически открыты, поэтому не оставляем контейнеры на завтра, открываем их сами, либо же вы завтра просто не узнаете даже дроп из своих контейнеров. Ну и из ультраконтейнеров, а именно эпических контейнеров, именно так они будут называться с завтрашнего дня, у нас будет выпадать устройство для страйкера вакуумные боеголовки, устройство подрывник на васп, хорек и хоппер, на хоппер считаю, что подрывник будет супер сильный, спасатель на викинга, крусейдера, хантера, паладина и диктатора и минер на арест, титан и мамонт. Минер это тот дрон, который каждые 10, если я не ошибаюсь, секунд может ставить минки и даже при том моменте, если вы умираете, у вас мины будут сохраняться до определенного количества, там только, я не помню сколько было, 50 или 100 мин, но в любом случае большое количество, которое можно постоянно сейвить. В магазине теперь всегда доступна покупка эпичных ключей, ну и в недельных миссии добавлены танкойны, так как это замена недельных контейнеров, так как в недельных контейнерах теперь ультра, ой, ультра говорю, танкойнов не будет. Что же касаемо устройств, да, если мы начнем с устройств подрывника, то здесь я скажу, что устройство подрывник на хоппер будет супер сильное, оно будет 100% имбовать, на хорек я думаю, что особо нет, ну и на васпик вы знаете, как сейчас подрывник работает, супер круто, да, но хоппер будет еще сильнее с подрывником, чем васп, так как это ховертанк, плюс возможность овердрайва прожатия с прыжка, и тот, кто сумеет достать этого хоппера, я считаю, что это будет супер имбовая темка, но она, я так понимаю, будет падать с красного свечения. Что касаемо спасателей, да, спасатель на хантер я уже обкатывал, скажу, что он в принципе неплохо работает, но на того же, например, паладина, либо крусейдера, мне кажется, что будет смотреться он лучше, да, то есть под ховертанки в очередной раз, здесь и также на викинга, то есть это хороший под сейв дополнительный, да, то есть дополнительная жизнь в принципе будет работать, и на ховертанках будет смотреться лучше, я думаю, что потихонечку мы все эти устройства протестируем на каждый из корпусов, да, и на мегадонатном аккаунте, и на основном аккаунте, ну и что касаемо устройства на страйкер, то здесь я смею, а, еще у нас минерчики, я забыл, но минерчик самый вкусный это на ареса, так как арес тоже ховертанк, который более актуален по сравнению с мамонтом и титаном, но вот что касаемо устройства, то чем дальше цель от эпицентра взрыва, тем больше урона она получает, повторное нажатие на кнопку стрельбы, пока ракета в воздухе немедленно подрывает ракету, то есть в моем понимании дистанционка это супер сильное устройство, да, то есть супер жесткое устройство, и чтобы дистанционка была еще сильнее, что ей нужно сделать? Ей нужно сделать больший сплэш, так как ты стреляешь не четко в танк противника, а широко стреляешь, соответственно, это устройство должно быть очень жестким, прям нереально жестким, и все те игроки, которые умеют играть на дистанционке, с завтрашнего дня, если получат это устройство, выбьют его, да, мне кажется, будет очень и очень жестко имбовать. Это устройство точно идет в приоритет на тест завтра, да, завтра я его 100% за тещу хочу посмотреть, быть может даже мне на основном аккаунте нужно будет тратить свои танкойны и стараться выбивать это устройство, потому что вы знаете, как я отношусь к пушке страйкер, вы знаете, что было устройство по типу фауста, по типу гидры на страйкер, который я в свое время просрал, ну и тут появляется еще одно очень интересное устройство, которое может жестко работать на страйкере, это очередное должно быть имбовое устройство на эту пушку, поэтому посмотрим, как это все дело будет обстоять, ну и я очень сильно надеюсь, то, что механика этого устройства дистанционки с вакуумкой будет работать правильно, и максимальный сплэш будет давать лучший результат, ну и что касаемо здесь праздников, есть тоже информация, есть также инфа по поводу мини-игры, но мы ее разберем в еще одном видеоролике, думал, что сегодня будет два видоса, но оказывается, сегодня мы тушаем еще один контентичек, поэтому, если вы не видели первый видеоролик, переходите, смотрите его, если смотрите этот видос, и вышел уже на канале видос с мини-игрой, то тоже переходите, смотрите, и переходите в дискорд, забирать один ультра-контейнер, если вы его еще не забрали, то в дискорде, ссылочку в описании оставляю, переходите и забираете вкуснейший один ультра-контейнер, но у меня, друзья, на этом все, пишите все свои мысли по поводу устройств, какие из этих устройств, по вашему мнению, будут уже завтра супер жестко нагибать, какие по балансу не будут выглядеть супер сильно, ну и будет ли нагибать этот страйкер, хотели бы вы увидеть его уже максимально быстро на обзорчике, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока! А, выключил.